Это дерево цветет в середине зимы. На главной пешеходной улице Самары появился новый арт-объект Дерево желаний. Его плоды – это ленточки с самыми заветными желаниями, которые самарцы доверяют хрупкому деревцу. Вы загадываете желания? Загадываю. О чем сейчас мечтаете? О здоровье. Было такое. Я получила четверку по физике, хотя не должна была рассчитывать на эту четверку. Это было очень давно, но я до сих пор помню. Как не верить? Хочется, чтобы желания исполнялись, волшебство. Но сейчас мечтаю, чтобы поскорее закончилась пандемия, и все были здоровы. А помните какое-нибудь желание, которое у вас исполнилось и придало вам сил? Желание? Наверное, это мой ребенок. Я очень хотела дочку. У меня есть прекрасная дочь. Маш, ну мы работать сегодня будем? Подожди, подожди, сейчас самое время загадать желания. Цифры самые те. Что, ты думаешь, это не серьезно? Между прочим, магия цифр уходит в целое направление – нумерология. Магия цифр – знаки, которые повсюду, карта желаний и визуализация. Сегодня, чтобы загадывать желания, существуют инструкции, которыми успешно торгуют в интернете. Свои персональные советы выдавая за гайд – правила пользования. Психологи же уверяют, истинное назначение желаний – это мотивация к действиям. Желание и мечта – это то, чего мне хотелось бы. То есть, это что-то очень эфемерное, нереалистичное, но желания не существуют, они есть. Но для того, чтобы желание превратилось в результат, нужна цель. Потому что, если я хочу кушать, вот я мечтаю покушать, я сегодня, допустим, только позавтракал, пообедать еще не успел. Для того, чтобы мне покушать, мне нужно совершить волевое усилие. Дойти до магазина, приготовить еду, хотя бы разогреть ее, достать с холодильника. Если я буду ее просто представлять, она не случится. Правильно же? Так же и с любыми другими жизненными благами и удовольствиями. Но чтобы добиться результата, нужно четко себе его представлять. А значит, первое, что стоит делать – это разобраться в себе, понять, чего хочется в первую очередь. Одна из техник, которые психологи относят к способам узнать свои истинные желания – метафорические ассоциативные карты. Это колода карт с рисунками, значения которых человек расценивает индивидуально, с помощью своих ассоциаций. Это позволяет посмотреть на свое состояние как бы со стороны. После того, как получилось понять свое желание, необходимо сформулировать конкретную цель и средства. То есть, что мы хотим и что нам нужно для этого сделать. Повязка ленточек на деревья, визуализация и другие ритуалы могут помочь сохранить мотивацию и не бросить дело на полпути. Как говорится, дорогу осилит только идущий. Субтитры создавал DimaTorzok